Привет, друзья! С вами Юля и новая порция русских глаголов. Сегодня мы рассмотрим очередные 20 самых распространенных глаголов русского языка. Здесь мы их будем только спрягать. Также я приведу несколько примеров, как их использовать. Если вы хотите выполнить упражнения на понимание и на знание этих глаголов, проходите на мой сайт, там есть целый курс, посвященный русским глаголам. Итак, поехали! Первая пара глаголов на сегодня это предлагать-предложить. Напоминаю вам, что первый глагол это глагол НСВ, его мы будем спрягать в настоящем времени. Второй глагол это СВ, совершенный вид, его мы будем спрягать в будущем времени. Ниже вы найдете спряжение в прошедшем времени и императив. Как спрягать глаголы я не буду, чтобы не тратить на это время. Если нужно остановить видео, прочитайте самостоятельно. Я вам буду читать только примеры, как мы можем использовать эти глаголы и какие падежи мы можем использовать после. Готовы? Поехали! Итак, предлагать-предложить. Он предложил встретиться завтра. Их компания стала предлагать новые услуги. Пить, выпить. Я выпил бокал вина и ушел. Каждый день нужно пить два литра воды. Верить, поверить. Я в тебя верю. Они не поверили тому, что я сказал. Держать, подержать. Он всегда держит свое обещание. Что он держит в руках? Цветы? Позволять, позволить. Это очень дорого. Я не могу себе этого позволить. Нельзя позволять таким вещам портить себе настроение. Покупать, купить. Я никогда не покупаю одежду в этом магазине. Завтра мне надо купить продукты. Требовать, потребовать. Учитель требует от нас слишком многого. Суд потребовал заплатить штраф. Подходить, подойти. Это платье мне не подходит. Турист подошел ко мне спросить, где находится вокзал. Проходить, пройти. Сложности пройдут, и все будет хорошо. Он прошел мимо и не увидел меня. Составлять, составить. Я всегда составляю список дел. Я составлю тебе компанию. Поднимать, поднять. Правительство подняло цены на продукты. Мне нельзя поднимать тяжелое. Вставать, вставать, вставать. Каждое утро я встаю в семь утра, но завтра встану в десять. Проводить, провести. Я люблю проводить время с семьей. Ученые провели интересное исследование. Каждый год мы проводим сто мероприятий. Бросать, бросить. Нельзя бросать мусор на дорогу. Недавно она бросила курить. Объяснять, объяснить. Учитель объясняет правила ученикам. Мужчина объяснил мне, как найти магазин. Снимать, снять. Этот режиссер всегда снимает классные фильмы. Доктор попросил снять рубашку. Класть, положить. Нельзя класть ноги на стол. Я положил тебе в сумку сэндвич. Действовать, подействовать. Лекарства подействуют через пару минут. Действовать нам нужно быстро и решительно. Кричать, крикнуть. Не кричи на меня. Кто-то на улице крикнул мне привет. Убивать, убить. Эта новость просто убила мое хорошее настроение. На этом, мои дорогие друзья, всё. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, задавайте их в комментариях. Проходите на мой сайт и выполняйте упражнения. До скорых встреч! Пока-пока!